МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гения Андрея Рублёва на сегодняшний день не вызывает никаких сомнений ни у кого. Это имя, освященное отечественной и мировой славой. С Андреем Рублёвым связана целая эпоха в московской школе конца 14-го, начала 15-го века. С именем Андрея Рублёва и с именем Феофан Грека связан великий расцвет русской живописи. Как иногда даже говорят, первый русский ренессанс. Вот так иногда определяется это время. И всё же для нас Андрей Рублёв остаётся автором Великой Троицы. Какое же чудо то, что до нас дошла не только эта икона, но что до нас дошла эта икона, соединённая с именем мастера. КОНЕЦ Первое упоминание, документально засвидетельствованное об Андрее Рублёве, относится к 1405 году. Итак, Троицкая летопись. «Той же весны почата, подписываться, церковь каменная, святого благовещения, князя великого дворе, мастера Феофан и конник Гречан, да Прохор, старец городца, да чернец Андрей Рублёв, до того же лета и закончили». И вот это свидетельство, оно имеет очень большой и глубокий внутренний текст. А, во-первых, внимание надо обратить на то, что эта церковь была великого князя. Это была личная великокняжеская церковь. А кто тогда был великим князем? И вообще, что такое великий князь в Москве в 1405 году? Вот на этом бы надо нам остановиться. Потому что мало очень сведений в отношении того, кто был тогда великим князем, и, собственно говоря, чем он славен. А великим князем на Москве был тогда Василий I. Василий I был сыном Дмитрия Донского. И для того флимени, и для жизни Андрея Рублёва играет очень большую роль. Потому что Василий I был первым великим князем московским. Это был просвещенный для того времени человек. Волевой, очень сильный человек, способствовавший немалому, не только возвышению Москвы, но и формированию вокруг Москвы больших земель. Так вот именно Василий I в Кремле поставил свою церковь. Церковь как бы семейную, боговещенскую. И расписывать эту церковь пригласил совершенно определенных людей. Тех людей, которые уже были хорошо знакомы, как великие художники. Так что же делали эти люди, и Феофан Грек, и Прохос Граца, и Андрей Рублёв, внутри церкви Благовещения? Тем более, что сказано, что они летом-то того же года и закончили. То есть работали-то они всего каких-либо полгода. А сделали они очень много чего. Когда говорили о том, что художники пишут церковь, это означало, что они делают и фрески, и иконы. Так вот, в церкви Благовещения, должна сказать вам удивительную вещь, впервые в России был полностью расписан и сложен иконостас. До Благовещенской церкви полного иконостаса нигде, ни в России, ни тем паче в Константинополе, ни в балканских странах, Сербии или Болгарии, где очень даже расцветало в это время средневековой живопись не было. Как? Почему? Каким образом сложился этот иконостас? Ну, как можно ответить на этот вопрос? Лично я этого не знаю, но иконостас был создан. Иконостас как чин, как определенный философский, смысловой, даже мистический порядок распределение икон. Именно иконы всегда после церкви Благовещения так распределяются в иконостасе. Подумайте, какой это переворот в искусстве, и какое это великое событие. Это мир, обращенный к человеку. Весь божественный мир, обращенный к человеку. Он смотрит на человека, и человек предстает перед ним. Может быть, именно с этого момента, а поскольку почти каждая церковь имеет свой большой иконостас, начинает развиваться древняя русская живопись. Не только фреска, но живопись, потому что каждой большой церкви требуется свой иконостас. Я сейчас хочу несколько слов сказать об очень важном внутреннем союзе между людьми, которые вместе работали, между Феофаном, Греком и Рублем. Они были единомышленниками. Они были единомышленниками не только в работе над иконостасом. Они были единомышленниками гораздо более глубокого толка. Потому что все были связаны, вне всякого сомнения, с неким духовным центром. Тогда духовным центром России был Радонеж. Был Сергий Радонежский. И Сергий Радонежский, и безусловно Феофан Грек, и безусловно Андрей Рублев не исповедовали в особо высокую духовную практику. Эта духовная практика называется исихазм. Одним из ее основателей был как раз тот самый Макарий, образ которого написал Феофан Грек «На стене спасанная линия улицы». Очень редкое изображение в России. А что это за исихазм? Что это за странное слово? Буквально точно переводят по-разному. Но, в общем-то, это слово означает молчание. Очень большая внутренняя сосредоточность. Вы помните, как Андрей Рублев в фильме у Тарковского сколько лет молчал? Молчал более 20 лет. Вообще, исихазм проповедует самый высокий нравственный образ жизни. Не только аскетизм, не только молчание, но поведение определенного типа поведения людей в обществе. Я бы назвала это повышенной ответственностью за все, что они делают. Это был такой противовес раскрябанности, разъезженности не только дорог, но разъезженности душ. Это тема примера, который давали эти люди своим подвижничеством, своим поведением, своей несуетной речью, своим молчанием, а не ложным, болтливым словом. Как оно было тогда необходимо, и как этот исихазм необходим сейчас. Он, по всей вероятности, необходим всегда, особенно в тяжелые лихолетия, и в эпоху тяжелых распадов внутренних и розни. Но если брат на брата, если один брат приводит татар для того, чтобы истребить другого брата, ну, конечно же, требуются какие-то очень высокие примеры. Так вот, Андрей Рублев принадлежал именно к тому обществу. Его единомышленниками были те люди, которые исповедовали самый жесткий, самый высокий, самый требовательный к себе образ жизни. Человек, там, писавший Троицу, не только был зрелым человеком, гениальным художником, но это был человек какого-то просто необыкновенно широкого мировоззрения. Вот сейчас я хочу сказать немного о Троице. Боже, сколько уже о ней написано. Ну, наверное, я ничего нового не скажу. И все-таки я хотелось бы попытаться рассказать об этой вещи нечто, что вас приблизило бы к ней. Практически всегда. Я, собственно, исключений не знаю. До Рублева Троицу писали по совершенно другому канону. Ее писали абсолютно иначе. По существу иначе. Принципиально иначе. Это называется Ветхозаветная Троица. Ветхозаветная Троица. Эта икона повествует. Если икона может повествовать, то эта икона повествует. Она имеет свою внутреннюю, каноническую, но другую, где нижний ряд отдан Ветхозаветному событию. Про отцы Авраам и Сара бездетные. Однажды к дому подошли три путника. Авраам принял их. И он, и жена его, Сара, они посадили их за трапезный стол. И он повелел слуге заколоть жертвенного тельца. Но мы-то с вами знаем, что такое Ветхозаветная жертва, связанная с Авраамом и Сарой. Мы знаем, что такое Агнец заколотый. Ведь потом-то Господь будет испытывать Авраама. Он-то повелит ему повезти его сына Исаака и принести в жертву Богу. Это тема жертвы. Она проходит сквозь вот эту вот самую вертикаль. А потому что Сын Божий, подобно тому, как Авраам положил Исаака на жертвенный камень, отец сына послал во искупление грехов. И поэтому по центру иконы обязательно центральная фигура среди ангелов или среди этой троицы Сын Божий. А над ним всегда дуб мамбрийский, потому что мертвый дуб, бесплодный дуб, который сотворял бесплодие Сары, зацвел после того, как путники ушли, чтобы покарать огнем и сжечь грешные города Содом и Гамору. А в 1915 году в журнале «Аполлон» писатель и поэт России Максимилиан Волошин написал замечательную статью, замечательную, «Чему учит икона?» И вот там Максимилиан Волошин пишет о том, как иконописцы никогда случайно цвет не употребляли, а цвет в иконе всегда символичен. То есть цвет в иконе всегда несет еще один смысл. Вот не только изображение естественно условное естественно символическое, каноническое, ликовое, иконное сюжета праздников, но очень большое значение имеет цвет. Вот эта икона написана красного цвета. То есть не красным, а вот этой вот иконной киноварью. И все в такой киноварье, все таким насыщенным киноварным наваром цвет славы, жертвы, крови, искупления. Главной темой в иконе Троицы была тема антологической жертвы, ее принятие и того, что и Сын Божий также является жертвой. Да каким надо было быть художником? Будучи иноком и чернецом? Какую надо было иметь смелость внутреннюю и, не побоюсь этого слова, свободу для того, чтобы написать эту тему Троицы совершенно иначе. И никакой ветхозаветной Троицы даже а просто по-другому переосмыслить содержание иконы. И Рублев отсекает ветхозаветный ряд и сосредотачивает свое внимание только на изображении Троицы, но уже не путников, а трех фигур. Он сосредотачивает свое внимание на буквальном, религиозном определении Троицы, на определении понятия Троицы. Ибо Троица есть суть единства, неделимость и неслиянность. Это не сюжет, это есть понятие. Троица как понятие. Обратите внимание, что ангелы сидят, вот они спинами упираются в край ковчега. И если мы с вами приследим за этой линией, от спины на самом деле правого от нас ангела, который в синем хитоне и в зеленом гематери, вот мы ведем эту линию, посмотрите, вот мы ведем ее по плечу, потом по голове передается линия среднему ангелу и чуть склоненной голове от нас левого ангела. Там просто точно замыкается и снова уходит в край ковчега. Вот эта сфера или как мне кажется арка такая, как бы круг вписанный в арку, это и создает ощущение их суть единства отца, сына, святого духа. Это их суть единства единосущность. Но более всего поражает меня это с каким глубоким проникновением в понятия изложенные языком графики, языком рисунка, языком искусства он трактует другую тему не единосущности, а неделимости. Потому что понятие делимости и неделимости это всегда внутреннее. Я разделилась, я не разделилась, делится при помощи деления или не делится при помощи деления. Деление это внутреннее нечто. А как они неделимые. А вот если вы дальше возьмете и класс свой, поместите внутрь иконы и будете так идти по голове вот этого правого от нас в зеленом гемате ангела через его голову обрез вогнутого лишенного совсем плоти вот этого самого тела через колено вниз потом на колено правого ангела через него через голову упривайтесь в края ковчега что вы видите вы видите чашу точно вычерчен чашу это та чаша которая молилась отцу своему сын в гифсиманском саду между двумя эпизодами сном апостолов и поцелуем иуды в роковой момент когда он обратился к своему отцу со словами а вы дай чашу свою дай чашу сию и спись до дна та чаша которая находится в центре композиции троицы обратите внимание какой-то чаши чуть-чуть как бы асимметричная асимметричная форма она немножко сдвинута в сторону она не совсем по краю симметрии то есть там есть та неправильность которая обязательно должна быть неучтенный элемент который придает всему этому такое вообще волнение художественное внутреннее вот эта диссонанс легкую асимметрию вместе с тем вы когда смотрите вот на этот предмет стоящий в центре вы не скажете вот это чашка а вы говорите чаша потому что слово чаша с большой буквы здесь все с большой буквы это чаша это не чашка а чаша и в чаше жертва вы видите там жертвенную кровь вот эта чаша которая они и есть эта чаша они и есть неделимость не вокруг которой а они и есть эта чаша и неделимость вы ясно видите ее двойное содержание потому что центральная фигура как бы внутри этой чаши оказывается а центральная фигура это фигура Христа это фигура сына до чего все это изысканно изящно с точки зрения искусства до какой степени это вот непосягаемо по вот тому как он создал этот образ неделимости и неслиянности какими лаконичными простыми средствами какими прозрачными и текучими линиями он организовал все это пространство и наконец последняя тема неслиянности которая для нас совершенно очевидна потому что три фигуры совершенно по-разному охарактеризованы фигура которая от нас справа она охарактеризована тем цветом который объединяет всю икону знаменитым рублевским глупцом даже вот не говорят цвет глупой а говорят глупец замечательно совершенно отец Павел Флоренский говорил о цвете как о чистоте о цвете как о выражении нравственности он говорил это о рублеве вот у рублевы нравственный цвет он чистый вместо чистота но цвет есть цвет и вместо густой киновре не тема жертвы славы крови а тема синего глупца чистого неба высокого духа тема единого неба единого глупца вот она объединяет все и сына и отца и дух как тонка на отце зеленый гематий очень правильно замечает Максимилиан Валошин зеленый цвет это цвет тварности всегда цвет тварности а отец есть дворец он есть дворец всякой твари всего-сего это же он мир сотворил и на нем зеленый гематий цвет тварности на сыне густой голубец гематий и хитон а вот хитон замечательного цвета он такой цвет знаете вот так утомленой вишни пьяной вишни это цвет соединяющий в себе землю которой писали лики и блани и ноги писали землю а это земля смешанная с киноварьем цвет земли и крови это его цвет и наконец дух святой я не знаю каким это цветом был раньше но это вот смесь голубого еще какого-то совершенно опризрачного неуловимого цвета который я честно говоря затрудняюсь даже назвать и который создает некую уже не бесплотность а оно нечто совсем уже бесплотное бесплотное у каждого определена их не слиянная с другой суть они индивидуализированы очень мы можем очень углубляться в религиозных содержания иконы но я должна еще сказать что с точки зрения если можно только оторвать ну просто так посмотреть на это как на картину то это просто как картина то есть гениальнейшее произведение изобразительного искусства по своим художественно изобразительным качеством по своей невероятной одаренности действительно нечто единственное взять понятие и это понятие превратить в образ этот образ сделать до такой степени нежным до такой степени трепетным до такой степени очищенным почти звуковым или наоборот не звуковым а выразить в нем молчание до такой он наоборот до такой депет Конечно, она многострадальная Очень долг ее путь В 600 с лишним лет Конечно, доска ветшает Конечно, даже такие краски Находящиеся под слоями записи Тускнеют Конечно, они страдают от реставрации И несмотря ни на что Несмотря ни на что Когда вы входите в зал Третьяковской галереи Вы видите совершенно удивительный Дейсусный чин, который висит в этом зале Гениальную совершенно Маленькую икону Успения Богородицы Феофана Грека Абсолютно гениальную И потом Вы смотрите на Троицу Вы понимаете Что вам в жизни повезло Вы видите Одно из величайших Чудес Света Маленькую икону Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok